Здравствуйте, это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Министр здравоохранения республики обратился с пожеланием освобождения от занимаемой должности. В рио главы Дагестана Сергей Меликов поручил председателя правительства определиться с исполняющим обязанности министра. Глава сообщил об этом сегодня на совещании с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти республики и главами муниципальных образований. А Дербинский район возглавил Мавсум Рагимов. Новый глава был избран сегодня единогласным решением 62 депутатов районного собрания. Всего в конкурсе на должность главы Дербинского района принимало участие 8 человек. В финальный этап прошли председатель городского собрания Дербента Мавсум Рагимов и депутат городского собрания Дербента, преподаватель МГПУ в Дербенте Сафтар Сатарзаде. Сотрудники полиции в Махачкале задержали двух мужчин, подозреваемых в сбытии наркотиков. В ходе оперативных мероприятий по улице Омарова в Махачкале полицейские обратили внимание на подозрительный автомобиль, припаркованный возле дома. При проверке автомашины и у водителя, и у пассажира были обнаружены наркотики, в народе известные как лирика, а также марихуана. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В Дагестане отмечен сезонный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. Накануне выявили 155 носителей инфекции. Это наибольший суточный прирост, начиная с 6 июня. Подробности Патимат Ханапова расскажет. Ряд новых ограничительных мер вводят власти Дагестана в связи с ситуацией с коронавирусом. В их числе временный запрет на посещение храмов и мечетей, отмена корпоратива в новогодних елок, в детских садах и школах. До улучшения обстановки принято решение закрыть банкетные залы и кореанные. Объявлен масочный режим, а гражданам старше 65 лет велено самоизолироваться. Начинается вторая волна, количество больных увеличивается. И больные эти очень тяжелые. В основном идут где-то процентов 50-60 больных, идут тяжелых больных. По городу, по Махачкале, если больных бывало на сутки, выявлялось 160, где-то ориентировочный человек, то сейчас количество больных дважды увеличилось. Более 300 человек ежедневно. На сегодняшний день в нашей больнице состоит 525 больных. Опрос показал, посещение мест массового скопления людей, таких как свадеб, похорон, мечети, торговых центров и рынков, являются причиной заражения около половины носителей инфекции. В связи с чем, Муфтья Дагестана и призвал жителей республики временно отказаться от коллективных обрядов. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что принятие данных мер продиктовано исключительным намерением обезопасить дагестанцев, уберечь жизнь и здоровье нашего населения. Поэтому просьба отнестись к ним со всей ответственностью и пониманием. К ситуации подошли сознательно и владельцы некоторых кафе и ресторанов. Они сами отказались от проведения праздничных мероприятий и банкетов. Сейчас все заведения общественного питания в республике работают в разрешенном для них режиме до 11 часов ночи. Но важно отметить, что все меры эти будут отменены после улучшения ситуации. В республике продолжается эпидемиологическое неблагополучие по новой коронавирусной инфекции. Данный рост заболеваемости вызвано, это в первую очередь, несоблюдение населением масочного режима. И в ходе проведения эпидрасследования в результате опроса больных установлено, что 68% больных именно за неделю использовали маски в цели профилактики ковид. Кроме того, говорят специалисты, увеличилось и количество смертей. Так, за последние сутки скончались 6 человек. Больных в настоящее время более 2 тысяч. Хатимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Дагестан получил 42 автомобиля УАЗ Патриот. Закуплены они для нужд медработников и будут развозить участковых врачей к пациентам по месту жительства. Дополнительный транспорт позволит увеличить количество отработанных обращений. Кроме того, машину планируется использовать для доставки лекарств к коронавирусным больным, которые лечатся амбулаторно. Помимо этого, в регион поступили 6 новых цифровых флюорографов на колесах и 1 мобильная врачебная амбулатория. Теперь правительство РФ сможет регулировать и устанавливать цены на социально значимые товары. Такой законопроект во втором чтении приняла Госдума. Поправка уточняет полномочия Кабмина и дает возможность самостоятельно определять, когда регулировать цены. Перечень таких продуктов также устанавливает правительство. В список включены говядина, масло, подсолнечное, молоко, яйца и другие продукты питания. Окончательно законопроект будет принят 23 декабря. А тем временем УФАС призывает жителей Дагестана жаловаться на повышение цен в магазинах на фоне распространения коронавирусной инфекции. Призыв к дагестанцам связан с мониторингом цен на социально значимые продукты в магазинах сетевой торговли. Информация, полученная от граждан, будет использоваться при подготовке еженедельного отчета, направленного на выявление и пресечение спекулятивного роста цен. Ранее представители Центрального аппарата ведомства уже обращались с призывом к бизнес-сообществу не использовать сложившуюся ситуацию для личного обогащения. О фактах завышения цен можно сообщить по телефону горячей линии 517208. С сегодняшнего дня в Республике отменили проведение богослужений с присутствием людей. Такая мера принята из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Доступ на территорию культурных сооружений будет временно приостановлен для всех, кроме священнослужителей. Для всех остальных богослужения должны проходить в онлайн-формате. По данным Роспотребнадзора, в республике выявлено уже около 22 тысяч зараженных. Ухудшается также ситуация по заболеваемости вне больничной пневмонии. Шары, аниматоры, песни и подарки. Благотворительный фонд «Инсан» к однюю инвалидов обрадовал более тысячи детей из малообеспеченных семей. Крупное праздничное мероприятие состоялось в Махачкале. Детишек и их родители поддержали представители власти, именитые спортсмены и общественники. Подробности у Хамзы Нурмагомедова. Зажигательная лезгинь корейенных горцев и виртуозные музыкальные композиции на барабанах. Для детишек сегодня не только танцуют, но и поют авторские произведения. Может быть, я слишком быстро успел самых любимых забыть. Может быть... Веселые аниматоры от имени персонажей известных мультфильмов развлекают детишек. Им устроили увлекательную вечеринку с различными занимательными играми. Спасибо, аплодируем друг другу. Классно. Друга замечаем. Поддержать детей и оказать им внимание пришли представители власти, именитые спортсмены и общественники. Они пожелали терпения и крепкого духа родителям. Вы для меня в этом плане являетесь примером. Вы не только не сломались из-за возникших жизненных обстоятельств, но и даете стимул радоваться жизни и любить окружающий мир и людей. Благотворительный фонд «Инсан» заслуживает всяческих почестей и уважения, потому что та категория детей, наших детей, детей нашей республики, которые сегодня в этом зале, и их родители – это настоящие герои. Герои, на которых мы очень надеемся. Мы знаем, что именно эти дети, быть может, решат многие государственные задачи в недалеком будущем. Чем обычные дети, они больше нуждаются. Поэтому я считаю, что сегодняшняя акция – это хорошее мероприятие. Мы не могли не поддержать ее. Финансирование благотворительного мероприятия на себя взял предприниматель Арслан Магомедов. Наш соотечественник, который вот уже 20 лет живет и работает за пределами республики, однако не забывает свои корни. 2020 год выдался на самом деле очень непростым для всех. И не просто говорят, что дети – это цветы жизни. Всегда нужно о них помнить. Если, скажем так, непредпринимательское сообщество будет оказывать помощь, кто будет это делать, не надо возлагать. У нас постоянно принято возлагать надежду только на государство. Но я считаю, что если социальная ответственность предпринимательства, мы должны об этом не забывать. Праздничные столы украсили разнообразные блюда, сладости и напитки. Все для сотен подопечных фонда «Инсан». Это тяжело больные дети и их родители, которым порой не хватает денег не то что на дорогостоящие лекарства, но даже на еду. У моей дочери двое детей этих инвалидов, бабочек. Конечно, без меня, конечно, она не справилась. Куда бы она ни ездит, она всегда меня с собой забирает. И тяжело с двумя детьми. И перевязки старшему я делаю младше, и она делает. Ну а что делать? Всевышний дал такое испытание, надо проходить достойно. Приятно было, бывает, особенно детям. Они никуда не выходят, когда такие мероприятия, очень радуются. Я хотела бы поблагодарить фонд «Инсан» за поддержку такую, за помощь. Хорошо сделали, все нормально. Спасибо фонду «Инсан» за то, что вот так благодарны таким детям. Благотворительную акцию «Ко дню инвалидов» фонд «Инсан» проводит ежегодно, охватывая все больше нуждающихся семей. В прошлом году фонд «Инсан» по республике охватил около 900 детей. Это и с подарками, и с сладостями, и так далее. В этом году уже мы смогли охватить 1200 детей по всей республике Дагестан. Хочу поблагодарить мецената, который в этом году проведение этого мероприятия все расходы взял на себя. По завершению праздничного вечера каждому ребенку достался пакет с вкусными подарками. Хамсон Ромагомедов, Муса Салгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Специалисты назвали причину массовой гибели Каспийских тюленей. По мнению ученых из ДГУ, в материалах, отобранных у мертвых тюленей, обнаружены высокие содержания тяжелых металлов в тканях и органах животных. Еще одной предполагаемой причиной смерти могло стать загрязнение Каспийского моря, которое продолжается и по сей день. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова